Традиционно Африка ассоциируется с классическими пейзажами, наподобие кенийской саванны, с акациями, слонами и львами. Как вариант, можно рассматривать пустыню или джунгли. Во всяком случае, примерно так смотрел на Африку я. Собственно, я знал, что на Черном континенте есть еще и Египет с его Нилом, и Южная Африка, где бывает довольно прохладно, да и о водопаде Виктория и высокогорье Эфиопии я тоже знал. Но вот чего я никак не ожидал, так это того, что именно в Африке находится одно из самых больших болот на планете. Я бы мог допустить его существование где-нибудь в Амазонии, долине Миссисипи или внизу в их Индигирке, но в Африке. Между тем, именно здесь, на территории Судана, в южной его части, находится одно из самых больших болот, носящее имя Суд. Это удивительно само по себе, но еще удивительнее, что на болоте издавна живут люди и намерены жить там и дальше, упорно не желая изменять своему привычному образу жизни. То, что это болото находится на широте, где преобладают саваны, может показаться случайностью или результатом сезонного разлива реки, однако оно существует издавна и на постоянной основе. Во всяком случае, когда сюда впервые добрались европейские путешественники, они увидели именно это мегаболото, осознав, что обойти его за пару дней не получится. И за неделю тоже. Жизнь болоту дал Нил, вернее, та его часть, которая называется Белым Нилом. Разливы этой реки все же оказывают на жизнь Суда влияние. Во всяком случае, в период разливов, размеры болота примерно в полтора раза превышают площадь страны размером с Болгарию. Причиной того, что здесь сформировалась гигантская заболоченная область, является то, что здесь Белый Нил течет под столь слабым уклоном, что растекается в самых замысловатых направлениях. Фактически река смешивается с зарослями дикого риса, папируса и еще множество растений. Естественно, это место облюбовали все любители высокой влажности, начиная от вышеупомянутого риса и заканчивая всевозможными летучими кровопивцами, которые используют в качестве кормовой базы многочисленных птиц и каким-то образом живущих здесь копытных. Казалось бы, кого здесь быть не должно, так это людей. Однако они здесь есть, и это не привыкшие к болотам вьетнамцы, а самые настоящие представители негроидной расы. Этими людьми является народ, известный как Нилоты. Обретаются они на небольших островках суши, которых довольно много на этом огромном болоте. Тростниковых хижин в этой климатической зоне им вполне достаточно, а отсутствие в хижинах стеклопакетов их беспокоит не в первую очередь. Между своими домами, островками, они перемещаются на лодках, которые имеют очень узкую форму, позволяющую легко проплывать между зарослями папируса. Хозяйственная и религиозная жизнь Нилотов осталась такой же, как и много веков назад. О сельском хозяйстве здесь речи не идет. Единственная его разновидность – разведение коз – существует исключительно в виде редкого хобби, поскольку ни о каком масштабном скотоводстве здесь говорить не приходится, все только возле своей хижины. Поэтому основой местной жизни является рыболовство. Надо сказать, весьма успешное. Если в низовьях Нила египтяне считают хорошим уловом какого-то карася размером с ладонь, то здесь все иначе. Размеры улова порой таковы, что требуется помощь товарищей. Неудивительно, что прелести цивилизованной жизни не слишком-то прельщают Нилотов, особенно если говорить о цивилизации в африканском смысле слова. В общем, молодцы ребята. К сожалению, и Нилотам, и их болоту грозит нешуточная опасность. Впрочем, как и обитающим здесь животным, среди которых одних только пернатых, насчитывается 400 видов, а млекопитающих – более 100 видов. Неизвестно, внесли ли в это число самих Нилотов. Причиной стало то, что население Африки становится все более многочисленным. Жить люди хотят все богаче, а есть все сытнее. И для всего этого нужна пресная вода. Поэтому сам факт наличия такого огромного болота, которое просто испаряет воздух, огромные массы воды воспринимается как излишество. Поэтому поговаривают о том, что эти воды можно направить на орошение полей Египта и Судана. Осушенные же земли можно будет использовать для земледелия, благо они очень плодородны. Если проект будет воплощен в жизнь, болото Суд уменьшится более чем в два раза, а может и больше. Естественно, мнение Нилотов при этом никто не учитывал. Естественно, не задумывались и о том, какая судьба постигнет здешнюю уникальную фауну. Скорее всего, Нилотов просто переселят в какой-нибудь пыльный город, где они будут перманентно искать работу, и рано или поздно растворятся среди массы других таких же безликих обитателей трущоб и их окрестностей. Как вариант, им будет позволено гнуть спину на выращивании риса, который будет колоситься на месте их бывшего дома. А для порядка оставят одну этнографическую деревню, жители которой будут для вида остатки рыбы, а на самом деле думать только о том, как выклинчить у туриста хотя бы доллар. Именно так обычно и происходит. Остается надеяться, что на черном континенте найдутся свои светлые головы, да и мировое сообщество окажет посильную помощь, и болото вместе с его двуногими, четвероногими и пернатыми обитателями удастся сохранить. Человек обладает потрясающей способностью жить в самых разных условиях. Иногда, на первый взгляд, кажущихся даже невыносимыми. Но люди могут приноровиться и к жаре, и к холоду, и к самой экстремальной природной среде. И искренне любить свою суровую родину. А какой народ существует в условиях, которые считают самыми ужасными для существования? По мнению многих этнографов, пальму первенства в этом вопросе можно отдать не лотом. Эта народность выжила и продолжает жить в одном из самых экстремальных уголках мира. Болото больше Греции. В среднем течении Нила, на территории государства Судан, расположено самое огромное болото мира – Суд. Здесь ровно, поэтому Нил растекается. Вода застаивается и на жаре превращается в болото. Под метром воды располагается прослойка глинистого осадка, а глубже залегает основной водоносный слой. В этой поверхностной каше, в жарком климате, благоприятно чувствует себя множество растений – тростник, рогоз, папирус, дикий рис и другие травы. К сожалению, для человека они несъедобны большей частью. Площадь болота точно замерить невозможно. Все зависит от Нила. Периодически он разливается. Тогда болото может разрастись до 130 или даже 150 тысяч квадратных километров. Для сравнения, такое болото по площади может покрыть всю Грецию или Болгарию. В засушливый сезон берега подсыхают. Но в любом случае, на многие сотни километров вокруг – одно сплошное болото. Непредсказуемый лабиринт из протоков воды, зарослей трав и каши заболоченной почвы. В период половодья образуется псевдоострова. Это смытые участки дерна с травами, плывущие по воде. Они могут достигать двух-трех десятков километров. Места настолько непроходимые, что из-за болота Суд очень долго люди не могли найти исток Нила. Вольготнее всего здесь себя чувствуют крокодилы, присмыкающиеся и земноводные, а также бегемоты и сотни видов болотных птиц. С кочки на кочку перебираются легкие антилопы, питающиеся диким рисом. Болота плюс жара создают идеальные условия для малярийных комаров и самых разнообразных паразитов. Периодически болота Суд становятся источником эпидемий, охватывающих весь регион. Хижины на кочках. И вот в этом экстремальном месте тысячи лет живет народ. Себя они называют нилотами. На кочках по суше они возводят легкие хижины из тростника, глины и навоза. Возводить что-либо капитальное здесь не имеет смысла. Кочку с хижиной в любой момент может затопить или постепенно засосать в болото. Поэтому в среднем раз в 3-5 лет семье нилотов приходится менять место жительства. Иногда кочка настолько маленькая, что хижина занимает ее целиком. Сверху кажется, что домики плывут по болоту. На самых больших кочках есть поселение в 10-20 хижин. Это деревни вождей племен. Передвигаются здесь только на маленьких легких лодках. Земледелие и животноводство в болоте толком невозможны. Суд постоянно движется, течет. Хорошей воды тоже нет. Как и устойчивой связи с сушей, социальной помощи и инфраструктуры. И тем не менее, нилоты выживают в этом экстриме. Нет худа без добра. Некоторые семьи умудряются на своей кочке рядом с хижиной разводить несколько коз и держать мини-огородики. Но основой для питания является рыба. Благо, что ее здесь огромное количество, и она повсюду. Некоторые рыбины настолько огромные, что вытащить их из воды можно только вдвоем-втроем. После рыбалки вся крыша хижины может быть покрыта вялищимися рыбами. Всяк кулик. Несмотря на суровость условий, нилоты не желают покидать свое болото. Большинство представителей народности их условия устраивают, они считают их нормальными. Более того, нилоты озабочены тем, что их болото может исчезнуть. Еще в 1960-е годы появился совместный египетско-суданский проект гигантского канала. Его цель – увести воду мимо болота в низовье Нила, чтобы обеспечить ею северный Египет. А осушенное болото с плодородным илом приспособить для сельского хозяйства. При этом вся экологическая система с утрухнет, животные растения, приспособившиеся к болоту, вымрут. Часть канала построили 40 лет назад, но затем в Судане началась гражданская война. Сегодня два государства рассматривают возможность продолжить строительство. Нилоты – это африканский народ, живущий в Южном Судане, Северной Уганде и Западной Кении. Название относится к области, в которой они живут, главным образом к региону Верхнего Нила и его притокам. В конце XX века число нилотов насчитывало около 7 миллионов. Большинство нилотов проживают в Саванне, которая попеременно подвержена наводнениям и засухе. Но часть из них живет на болотах Суд. Их дома располагаются на небольших кусочках суши. Это круглые хижины с коническими крышами. Стены сделаны из ветвей, покрытых смесью из навоза, глины и соломы. По территории Суда нилоты перемещаются на деревянных лодках. Нилоты на небольших клочках земли умудряются заниматься земледелием и скотоводством. Они держат коз, а также выращивают маис и бобы. Основу их питания составляет рыба, которая в Ниле в избытке. Жизнь на болоте сложна и опасна. Влажность, эпидемии, комары и паразиты. Но несмотря на все сложности, нилоты не хотят переселяться в другие города или деревни на суше. Они предпочитают жить так же, как и их предки на протяжении веков. Субтитры создавал DimaTorzok